Ну, конечно, один из самых ярких представителей дальневосточной древесной флоры. Очень редко поражаются болезнями и вредителями. Корректировать крону можно, но увлекаться там формовкой ни в коем случае. Так называемая букетная посадка. Я, конечно, рекомендовал в течение года делать пять подкормок. Григорий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Рад быть у вас в гостях. И мы знаем, что у вас есть прекрасный участок дальневосточной флоры. Есть, есть. И вы нам расскажете об одном из очень интересных растений, которые у вас там представлены. Обязательно. С удовольствием. Григорий Александрович, орех маньчжурский мы видим все чаще в садах ландшафтных дизайнеров. Как солитер, как очень интересный объект. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее и какие особенности агротехники этого растения. Ну, конечно, один из самых ярких представителей дальневосточной древесной флоры. Маньчжурский орех обладает целым рядом уникальных, конечно, черт, за что их, в общем-то, и все и полюбили. Главное достоинство, наверное, то, что действительно бросается в глаза, это великолепные размеры. Великолепная крона, вот как у этого молоденького растения, она редкая, но она очень живописная. Удивительная скорость роста. Это самое быстро растущее дерево. Эти удивительные листья, которые могут достигать метровых величин, метр, метр двадцать. Очень интересное цветение. Ну, а результат, конечно, очень интересный. Это орехи, вполне съедобные. Дает совершенно уникальную крону. Очень сквозистая, благодаря этим крупным непарно-перистым листьям. По деревам всегда приятно, всегда светло. Это одна из самых таких комфортных вариантов полутени. Ажурное, не темно, не сыро, светло. Для растений это тоже большой плюс, потому что под орех можно посадить те растения, которые легко переносят полутени. Подсадить те же самые берисклеты, калину, снежноягодники и прочее, прочее. Подскажите, как правильно выбрать место для посадки, подготовить яму? Какие требования к почвам, возможно, есть? Ну, на мой взгляд, достаточно капризное растение. Очень светолюбив. Капризен в отношении почвы. Вот этот темп роста, он обуславливается хорошим почвенным питанием. То есть почва должна быть достаточно гумусирована. Не любит он тяжелые грунты, но и не переносит слишком легкие песчаные почвы. Такое соотношение. Одна часть перегной, одна часть глины, одна песка, одна часть черного, слабокислого торфа. Ну, и яму, конечно, надо делать очень большую. Это растение. С расчетом на будущее, да? Да, на несколько лет вперед, не менее метра глубину, не менее метра в диаметре. Заполнить ее полностью вот этой вот питательной смесью, не забыть, конечно, суперфосфатика, грамм 200-250 добавить. Вот получить этот быстрый темп роста можно только вот в такой посадочной яме. Достаточно требовательна к влаге. Опять же, не любит недостатка и не любит избытка. Очень редко поражаются болезнями и вредителями. Ну, и, наверное, надо сказать об обрезке. Он не очень ее любит. Вы видите вот этот размах, вот, скажем, эти огромные приросты. Тут, собственно говоря, и корректировать нечего. И резать непонятно, что надо. Пусть растет, как ему нравится. Другое дело бывает в ситуации, когда, допустим, какой-то мощный суп начинает мешать чему-либо. Можно отхватить в месте отхождения. То есть подкорректировать крону можно, но увлекаться там формовкой ни в коем случае. Скажите, мы неоднократно видели, когда сажают маньчжурский орех не одним деревом, а несколькими орешками, и получается некая букетная и многоствольная композиция. Как вы к этому относитесь? Так называемая букетная посадка, когда сближены несколько растений. Вы знаете, отношусь к этому двояко. С точки зрения человека это, наверное, интересно. Потому что в этом случае они уходят друг от друга, образуется очень красивая композиция. С точки зрения дендролога, конечно, я против этого. Это очень свободолюбивое дерево. Когда вижу такие посадки, всегда думаю про наши человеческие коммунальные квартиры. Он проживет какое-то время, он может быть будет и цвести, и давать плоды, но это будет не та жизнь. Свой великолепный потенциал, декоративный, жизненный, он не сможет реализовать. И оптимальный вариант, на мой взгляд, это маленькая роща. Вот те же самые там 3, 5, 7 орешков, которые рассаживаются на расстоянии не ближе 10 метров. А лучше 15, а еще лучше 20. Какие подкормки вы рекомендуете осенью и в течение года? Ну, для таких вот, скажем, прожорливых растений, я, конечно, рекомендовал в течение года делать 5 подкормок. Небольшие, но они, чтобы были растянуты по вегетационному сезону, равномерно. Апрель, май, июль, сентябрь, октябрь. Что касается осенних подкормок, скажем так, июль, сентябрь, октябрь азот исключаем полностью, оставляем фосфор и калий. Но из всех этих трех фосфорно-калийных подкормок, мне кажется, наиболее ценная та, которая должна делаться сейчас. Конец октября. Да, да. Она максимально будет способствовать хорошей зимовке. Это дерево дает представление о темпе роста Мальдюрского ореха. Более 30 лет назад, когда я пришел на работу в ботанический сад, он был с меня ростом. Вот это 30-летний результат.